Формадол. Таблетки от головного боли. Особенно пристальное внимание и простым людям, и волонтерам, и, конечно, государствам. И я бы сказал, что та сторона, которая сумеет наладить массовое и недорогое производство технически совершенных дронов, самых разных типов и размеров, в этой войне и станет победителем. Нужны, я так понимаю, да и не только я понимаю, об этом пишут сейчас очень многие люди, нужны массовые дроны-разведчики, вот типа Мавиков каких-нибудь или Матриксов, да, которые могут летать, которые не жалко будет расходовать и которые могут летать и постоянно находиться в воздухе, постоянно передавать командованию информацию о том, что происходит на линии фронта. Нужны ударные дроны, вот типа Байрактаров, только может быть еще больше, которые смогли бы наносить удары откуда-то из глубины своего воздушного пространства по объектам на линии фронта. То есть вот такие дроны нужны. Нужны дроны дальнобойные, дроны-камикадзе, которые смогут долетать до Министерства обороны России и наносить удар по нему. Дроны, которые смогут долетать до дальних аэродромов, до каких-нибудь нефтеперерабатывающих заводов, до электростанций, до других важных инфраструктурных объектов, которые используются российской армией. То есть вот эти дроны тоже очень нужны. Сейчас вот есть такие дроны, они называются, по-моему, Бобр, но все-таки хотелось бы, конечно, чтобы их было намного больше, на порядке больше. Дроны нужны морские. Мы все видели, насколько эффективными могут быть дроны морского базирования для борьбы с российским военно-морским флотом и для уничтожения того же инфраструктурного объекта, то есть Крымского моста. Дроны нужны наземные для эвакуации раненых и так далее. То есть все эти дроны очень нужны, очень важны. Может быть какие-то еще дроны есть, о которых я даже не знаю. Я же не большой специалист в области дронов, но я уверен, что их куча всяких разных типов, разновидностей и размеров. И все они нужны в больших количествах сейчас на фронте. И, как я понимаю, в идеале, конечно, все они должны изготавливаться тысячами или даже десятками тысяч экземпляров в месяц. Может быть даже и сотнями тысяч, если будет такая необходимость. Почему это необходимо? Россия сейчас, спустя полтора года войны, там очень медленно шестеренки прокручиваются, но вот они поняли, что без дронов эту войну не выиграть. И сейчас российское командование ставит, и вообще Путин ставит перед промышленностью российской, перед наукой российской задачу создания массовой армии дронов. Сейчас даже школьников российских будут обучать прямо в школах управлению беспилотниками. Естественно, в России этот процесс, как и любой другой, идет очень туго, идет очень медленно, поскольку выданные на создание соответствующих программ и технологий деньги разворовываются. Управление проектами очень низкое качество, опять же, тырят бабки, ничего отдельного не создают, делают отписки и так далее. Инженеры лучше из России уехали, но все равно Россия страна очень большая, ресурсов довольно много, и поэтому рано или поздно они массовое производство дронов наладят. Вот уже сейчас они там наладили производство массовых аналогов шахедов, вот этих гераний в городе Елабуга в Татарстане. Там, правда, работают опять, как всегда, там не без проблем, там работают какие-то рабы, они набрали каких-то ПТУшников, студентов туда работать на эту Елабугу, но все равно работают, они дроны производят, хоть рабы, не рабы, неважно, дроны они делают. И сейчас в России запущено несколько программ создания самых разных дронов. Это надо иметь в виду. У Украины сейчас, на данный момент, есть некоторый запас времени, есть некоторые... Украина вперед ушла в этом смысле, и в инженерном смысле, и в оперативном смысле, поэтому, да, Украина пока еще может опередить Россию в создании массовой армии дронов. Но тут, конечно, без государства не обойтись, потому что при всем уважении к волонтерам, к энтузиастам, к тем людям, кто с душой относится к этому вопросу, и, знаете, где кто-то на коленке, кто-то в мелкосерийное производство запускает дронов самых разных моделей и образцов, кто-то импортирует детали для них и так далее. Этого всего недостаточно. Этим делом, конечно, должно плотно, серьезно, очень активно, проактивно заняться государством. Потому что только у государства есть необходимые ресурсы, чтобы наладить массовое промышленное производство, чтобы штамповать эти дроны в гигантских количествах, чтобы они как сосиски изготавливались. Государство должно защитить такие заводы, такие производственные линии от ударов с неба, от диверсий. Собрать, если необходимо, в научно-исследовательских институтах, или просто сделать какие-то коворкинги, что-то такое, лучших инженеров, лучших специалистов, военных привлечь, которые будут рассказывать, что мы хотим, чего мы не хотим. Нам нужен дрон с такими характеристиками, сякими характеристиками и так далее. И предоставить всем этим людям все необходимое. Закупать для них лучшие западные технологии, доставать где угодно лучшие комплектующие и так далее. Нужен прям фундаментальный, большой, такой национальный проект по созданию этой армии дронов. Насколько я понимаю, идет уже что-то какое-то... Кстати, где размещать эти производственные мощности? Ну, я думаю, наверное, может быть есть какие-то подземные возможности помещения под Карпатскими горами. Не знаю, может быть. Может быть в Закарпатье размещать, потому что Закарпатье плюс-минус защищено от ударов российских крылатых ракет и авиации. А может быть просто в Европе. Ну, Польша, например, очень быстро милитаризуется. И качественные дроны разных самых разных типов не помешают. Поэтому у поляков, я думаю, тоже можно было бы разместить производство. Они вряд ли от такого дела откажутся. Ну, или там чехи какие-нибудь, или немцы. Я, честно говоря, думаю, что скорее всего, естественно, и без моих тут советов, люди в руководстве Украины все это прекрасно понимают. И огромные заводы по производству беспилотных летательных, а также плавательных, а также, может быть, ездящих аппаратов. Где-то строятся, где-то они наполняются людьми, где-то они наполняются техникой. И вот когда эти все заводы заработают на всю катушку, когда на фронте небо станет прям черным от огромных стаев украинских дронов самых разных типов, когда каждый военный, инфраструктурный, административный, экономический, стратегический объект в Российской Федерации будет атакован тысячами беспилотных летательных аппаратов, ну вот тогда можно будет совершенно уверенно говорить, что война эта будет выиграна. И еще раз, тут надо все время помнить, запомнить, Россия цель себе такую уже поставила. Они очень медленно, но идут к выполнению этой цели. Причем в чем-то даже опережают, потому что в России есть вот этот свой собственный беспилотник «Ланцет», который очень много неприятностей приносит украинской боевой технике на фронте. В России есть купленные в Иране шахеты, то есть они в чем-то уже, наверное, даже опережают, получается, Украину. Если Украина не сможет добиться решающего и решительного преимущества в дроновой сфере над Россией как можно быстрее, то россияне через какое-то время постараются устроить вот все то же самое. То есть черное небо, но уже от российских дронов. Ни в коем случае этого нельзя допустить. Надо помнить об этой опасности, понимать ее и принимать меры для ее предотвращения. Потому что это все очень-очень серьезно. Однако, надо сказать, что дроны, естественно, не являются панацеей от вообще всех неприятностей. Нельзя говорить, вот дроны есть, все, давайте нам ничего другое больше не нужно. Нет, конечно, нужно. Конечно, про другие виды оружия, вооружения тоже нельзя забывать. И на этой неделе пришли очень хорошие новости. Мы узнали, что Украина все-таки получит обещанные, давно обещанные ей, самолеты F-16. 19 штук предоставит Дания и 42 штуки Нидерланды. Таким образом, у Украины будут созданы действительно современные, на очень высоком уровне, очень хорошем европейском уровне, военно-воздушные силы. То есть, конечно, получается сколько там? 61 самолет. Это не гигантская армия, прям воздушная армия. Но это неплохие, довольно крепкие, довольно серьезные военно-воздушные силы. F-16, тем более, которые предоставят Дания и Нидерланды. Это очень хорошие машины на блестящем уровне, современном уровне. У них, например, радары с дальностью обнаружения под 150 километров или даже дальше. То есть, они видят очень-очень далеко. Главная проблема украинских самолетов, там, ИГ-29, например, была в том, что они близорукие по сравнению с российскими военными самолетами. Потому что российский военный самолет иногда может видеть на 200 километров, да, а украинский условно на 40-50. И из-за этого, конечно, россиянам было гораздо проще воевать в воздушном пространстве, чем украинцам. Но появление F-16 в какой-то степени уравняет шансы, а даже в некоторых, наверное, обстоятельствах сделать шансы украинских летчиков выше, чем шансы летчиков российских. И таким образом поможет очистить небо над Украиной от российской авиации. И не только от авиации. Те же, кстати, шахеды, я думаю, F-16 будут щелкать как орешки просто. Кроме того, что особенно важно, самолеты F-16, они создавались, естественно, в стране НАТО, то есть в Соединенных Штатах, под натовские вооружения. И они смогут нести всю номенклатуру западных вооружений. И планирующие бомбы, и крылатые ракеты, и высокоточные ударные ракеты с лазерным наведением, и кассетные боеприпасы, и противорадарные боеприпасы, и бетонобойные боеприпасы, противокорабельные гарпуны, и, конечно, противовоздушные ракеты разных калибров и назначений. То есть, возможности украинской авиации расширятся сразу многократно. Сейчас украинская авиация может такой спектр задач выполнить, может вообще весь спектр задач выполнять. И пока, знаете, почему это важно? Потому что пока Россия не создала свой собственный флот дронов, она в значительной степени, да почти во всем она полагается на классическую боевую технику. На БТРы, на танки, на гаубицы, реактивные системы залпового огня, корабли и, конечно, самолеты с вертолетами. F-16 в сочетании с натовскими боеприпасами идеально годятся, подходят для обнаружения вот именно этой классической боевой техники и классических целей, типа там командный пункт или мост или склад с боеприпасами. На огромном расстоянии смогут делать это F-16, даже не входя в зону поражения российской противовоздушной обороны. Особенно хорошо эти самолеты F-16 годятся для разматывания российских вертолетов, от которых, там, К-52, например, от которых сейчас украинская армия испытывает, ну, существенные проблемы и неприятности на линии фронта. И я предполагаю, что F-16, помимо всего прочего, смогут стать еще и оружием сдерживания. То есть, зная, что у Украины на этом участке фронта есть самолеты F-16, Россия будет, ну, гораздо менее активно применять свою авиацию, гораздо меньше высовываться в плане танков и, то есть, не сможет, например, пустить через поле танковую какую-нибудь колонну, потому что самолет F-16, который где-то там высоко крутится и вертится, он сможет эту танковую колонну разбить в одиночку в течение, там, нескольких минут. Ну и так далее. То есть, это будет очень серьезным оружием сдерживания, причем настолько серьезным, как мне кажется, что, знаете, российская армия, скорее всего, даже не решилась бы на большое вторжение, Владимир Путин не решился бы на большое вторжение в Украину 24 февраля прошлого года, если бы у Украины, вот, уже были бы на вооружении стояли эти самые самолеты. То есть, конечно, хорошо, что сейчас они приехали в Украину, но если бы они были раньше, то, может быть, этого вторжения большого и не было бы вовсе. На российском телевидении, кстати, сейчас там очень, знаете, успокаивают своих зрителей российское телевидение, говорят, что самолеты F-16, они настолько хрупкие, ненадежные, они могут взлетать только с идеальных, идеально ровных аэродромов, которых в Украине очень мало, и что эти самолеты легко обнаружить, легко уничтожить, и что у них там те недостатки и эти недостатки. На самом деле, все это полная фигня. Вот есть в России такой полковник, бывший отставной полковник генштаба Михаил Ходоренок. Я считаю, что он, возможно, является лучшим российским военным экспертом, стоит, так сказать, с ватной стороны, то есть он вполне поддерживает войну и все такое, но при этом он достаточно хорошо разбирается в видах оружия, во вооружениях, и он дает трезвую оценку того, тем или иным видам оружия. Так вот, Ходоренок говорит, что на самом деле самолеты F-16, он прям в прямом эфире заявил российского телевидения, окажут очень серьезное влияние на ход боевых действий в среднесрочной перспективе. Они, например, могут привести к тому, что у Украины появится преимущество в воздухе, а может быть, даже господство в воздухе. Это будет означать, что наступление украинской армии будет идти гораздо проще и активнее, чем сейчас, а оборона российская будет постоянно подвергаться бомбардировкам, и из-за этого она будет, ну, гораздо менее прочной и более мягкой, скажем так. То есть Ходоренок, на самом деле, когда говорил про F-16, еще раз скажу, что это действительно очень хороший военный эксперт, он, на самом деле, разбирается. Так вот, он, он прям, знаете, видно было, что он переживает, что ему страшно, что он просто хочет кинуть чем тяжелым в тех людей, которые говорят, а, да, ерунда эти F-16, пустяки, дело житейское. Он говорит, нет, это не ерунда, это реально очень грозное оружие, от которого будут очень серьезные проблемы. Но особенно надо понимать, сам самолет, как бы, он никого не убивает, убивает бомбы и ракеты, которые к нему подвешены. Тут еще многое, конечно, будет зависеть от того, какие именно бомбы и ракеты получит Украина для того, чтобы стрелять, чтобы подвешивать под этот F-16 и чем бы он мог стрелять. То есть, ну, я предполагаю, что, знаете, если раз уж они дают такое хорошее оружие, то и боеприпасы к этому оружию тоже будут, будь здоров. Опять не могу не отметить, конечно, так жалко, что только сейчас эти F-16 выступают на вооружение, даже если бы год назад они поступили, вот, перед осенним наступлением в Харьковской области. Понимаете, это наступление, оно бы шло бы и шло. И я думаю, еще в 2022 году война бы закончилась, если бы тогда на вооружении украинской армии были вот эти 60 F-16 с соответствующими видами оружия. Ну, нет. Запад решил тогда не давать их, поэтому война продолжается и продолжается. Ну, ладно, хорошо, лучше поздно, чем никогда. Можно сказать, что этот барьер, барьер самолетов F-16 преодолели. Хотя я помню, знаете, я в самом начале вот этого большого вторжения говорил, что, ну, я думаю, скоро Запад даст, предоставит Украине F-16. Надо мной люди смеялись, говорили, да никогда в жизни этого не будет, ты что-то несешь. Ну, я говорил, что там в течение нескольких месяцев это произойдет, как всегда у меня получилось. Слишком оптимистичный прогноз по времени, но все-таки он сбылся, все-таки F-16 Украина получает. И следующая остановка, да, это же Атакамс, дальнобойные баллистические ракеты, которые позволят наносить удар далеко в глубине, точечные удары, высокоточные удары далеко в глубине российской территории. С этими ракетами Атакамс, опять же, долго приходится выламывать, выпрашивать Запад, но украинское руководство постепенно-постепенно выдавливает оружие из западных лидеров. Я думаю, что и до Атакамса тоже дело дойдет достаточно быстро. В России на этом фоне начинается, ну, не паника, конечно, не будем говорить про преувеличивать, но очень серьезное волнение. Российское военное командование начинает сильно переживать по поводу всего происходящего. Оно понимает, что в каком-то неправильном направлении, для него неправильном, развивается ситуация. На этом фоне в Ростов, в Ростов-на-Дону, на неделю приезжал Владимир Путин. Ну, по крайней мере, показали, что он туда приезжал. Не знаю, он ли или не он, хотя я думаю, что он, я не очень верю в двойников. Тем не менее, он туда приехал и, знаете, символический жест совершил, попав в этот штаб. Потому что ранее, помните этот штаб, когда был в новостях, когда Пригожин его захватил. Вот именно там сидел Пригожин, допрашивал российских генералов, требовал от них, чтобы они предоставили ему Шойгу и Герасимова. Сейчас туда приехал Путин, захватил штаб российской группировки на этом фронте, который ранее был захвачен Пригожином. То есть, Путину надо было потоптаться, там сказать, что нет, это моя территория, я тут главный. И там ему рассказали, я так понимаю, что ему рассказали, как именно дела обстоят на фронте. Ну, наверняка, конечно, приукрасили, наврали, потому что российские генералы без этого не умеют. Но мы знаем, как обстоят дела на линии фронта. И в том числе из сообщений российских источников, которые говорят, что дело там пахнет для них керосином. Очень неудачно для них идут дела. Что имеется в виду? Украинские войска освободили селение Урожайное. Что дает им возможность наступать дальше на юг, в Приазовье, и идти по двум направлениям. Одно направление в сторону Мариуполя, Волновахи, и одно направление в сторону Бердянска. Кстати, Бердянск за последние несколько дней несколько раз подвергался очень серьезным обстрелам. Российские военные базы в Бердянске в полуразрушенном состоянии уже находятся. Дальше Работино тоже было освобождено. Селение Работино. Там, правда, еще бои идут на южных окраинах. От Работино дальше уже идет Токмак. За Токмаком идет Мелитополь. То есть, вот это то самое направление, которое все изначально считали самым важным, стратегическим и так далее. Почему у Украины получается идти в наступление? Почему у Украины получается там побеждать? Потому что новые виды оружия Украина получила, плюс российская армия очень сильно истощена. Тут я хочу сказать несколько слов по поводу западных СМИ, которые в последнее время просто как из пулемета у них выстреливают заголовки о том, что у украинской армии ничего не получается, что наступление закончено, или наступление не дало необходимых результатов, и что все плохо и ужасно, и израда, в общем, кругом. Знаете, делали западные СМИ это уже несколько раз. Все то же самое говорили, когда в первые самые дни вторжения они говорили, что Киев будет взят за 72 часа. Они были абсолютно в этом уверены. Помните, все посольства уехали из Киева тогда. Чем оно закончилось? Да ничем не закончилось. И они же ссылались на источники и в Пентагоне, и в ЦРУ, и где только нет. Не был Киев захвачен, как мы с вами прекрасно знаем. И все эти разговоры оказались полной фигней. То же самое потом они говорили про Мариуполь, когда он оказался в окружении, что Мариуполь продержится максимум два дня. Мариуполь держался два месяца в окружении, в полном окружении. Дальше. Перед наступлением Украины в Харьковской области прошлогоднем, говорили, все, наступление украинцев в Херсонской области захлебнулось. То есть, Харьковская и Херсонская равны. Они говорят, что про Херсонскую писали. В Херсонской области ничего не получается. Украина выдохлась. Войск нет, сил нет. Нет, оружие западное заканчивается, и вообще Запад больше оружия не будет приставлять. И что получилось? Прошло некоторое время, бах, наступление Украины сначала в Харьковской, а потом в Херсонской, в той самой области, где западные СМИ писали, что ничего не получается. Ну и так далее. Сейчас вот все то же самое пишут, и знаете, почему они так пишут? У них, насколько я понимаю, задача выдавать максимально мрачные, максимально печальные прогнозы, потому что за такие прогнозы никто обычно не ругает. Потому что если они не сбываются, все говорят, ну вот, хорошо, супер, мы ошиблись, ну подумаешь, типа ничего, ерунда. Все же хорошо, да, поэтому за что нас ругать? Они боятся показаться излишне оптимистичными. Я вот не боюсь показаться излишне оптимистичными, они боятся. Но это во-первых. Во-вторых, они очень странно оценивают эффективность наступления. По их мнению, эффективное наступление может быть только в том случае, если захватываются большие объемы территории, освобождаются в данном случае. Но я с этим готов поспорить. Мне кажется, эффективность наступления оценивается в количестве и качестве уничтоженных вражеских солдат и военной техники. Вот с этим как раз все в порядке. Российские военные высокопоставлены. Помните, генерал Иван Попов по кличке Спартак, которого катапультировали в Сирию, он записал аудиообращение, которое сказал, что потери массовые, просто другой там один полковник, Шувалов его фамилий, недавно разразился с текстом российский полковник, который сказал, что наши окопы превращаются в кровавую кашу из убитых и раненых, которым никто не может даже помочь в результате применения украинцами кассетных боеприпасов. То есть, все российские источники непредвзятые, которые, ну, относительно непредвзятые, или когда они думают, что их никто не слышит, они говорят, что колоссальные потери несут российские войска. И, кстати, это подтверждается еще и подсчетом сожженной военной техники. У Украины этой техники сжигается гораздо меньше, чем у России. Там в разы прям счет идет. То есть, я бы сказал так, когда идет наступление по заранее подготовленным позициям, по минным полям, по траншеям, оно, естественно, будет медленным. Но важно не только то скорость этого продвижения, но и то, в каких объемах уничтожаются вражеские войска. Если они уничтожаются быстро, то это все равно наступление я лично считаю успешным. А если медленно, если эти потери у противника небольшие, то, наверное, такое наступление надо считать не очень успешным. Сейчас мы видим, что потери россиян громадные, они сами об этом активно говорят и активно на это жалуются. И вот на этом фоне, знаете, да, я должен сказать, что на мой взгляд, если так будет продолжаться и дальше, вот после прорыва первой, второй, наверное, линии обороны, дальше у России же ничего нет, там нет никаких минных полей, нет никаких укреплений. Дальше дело пойдет гораздо проще. На этом фоне издание Bloomberg пишет то, что Федеральная служба безопасности, начальство Федеральной службы безопасности России предложило Путина уволить немедленно со своих постов начальника генштаба Герасимова и министра обороны Шойгу. Ряд представителей российских спецслужб выступают за то, чтобы срочно отправить в отставку Герасимова и Шойгу. Bloomberg пишет об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По словам собеседников агентства, сторонники жесткой линии в ФСБ поддержали требования главы ЧВК Вагнера, которые настаивают на смене военного руководства России. Эти же источники пишут, что сообщают, что вот эти вот ястребы в ФСБ предлагают, цитата, начать воевать в Украине более агрессивно, двоеточие, объявить военное положение и полномасштабную мобилизацию. То есть ФСБ, наверное, самая осведомленная в России организация. Она хорошо понимает и знает, где что происходит. В России с данными по поводу других стран у нее похуже. Ну вот, они видят, что война проигрывается. Они видят войну, что Шойгу Герасимов проигрывает войну. Ничего они предпринять не могут. Потери огромные. Восполнения потери нет. Поэтому они говорят, нам нужна срочная мобилизация. Нужно военное положение. Иначе все будет проиграно. И, конечно, они говорят, что нужно уволить Шойгу с Герасимовым. При этом, как пишет тот же Блумберг, Кремль не собирается снимать Шойгу и Герасимова. По крайней мере, никаких указаний на это нет. Нигде не видно. Почему? Потому что, сняв Шойгу и Герасимова, Путин лишится одного из столпов своей власти. Он подрубит под корень. Он останется фактически один на один с ФСБ. Потому что других противовесов и сдержек не останется. Вот сейчас была одна сдержка такая. Это противовес от ЧВК Вагнера. От нее избавились. Сейчас остается ФСБ и армия. Если армия будет обезглавлена, на ФСБ слишком много власти получит. Путин этого не хочет. Он этого боится. Поэтому, я так понимаю, сейчас в российском командовании, глядя на неудачи на фронте, назревает прямо конфликт. Это очень серьезный конфликт. Сейчас мы уже видим не только между армией и вагдаровцами, но и между ФСБ и армией. И вот это, я думаю, станет самым интересным сюжетом внутри российской политики в ближайшие недели и, наверное, месяцы. На этой оптимистической ноте у меня сегодня все. Меня зовут Иван Яковин. Это Радио НВ. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Добре будет с вами сила. И пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ. Ось тут. Субтитры сделал DimaTorzok